МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Территория спорта». Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Андрей Краснопёров и его команда. Об итогах выступления волейболистов из ГТУ «Динамо» на первом домашнем туре чемпионата страны высшей ЛГБ. А также об истории и традициях клуба. Гордость Удмуртии и России. Бронзовый призер Олимпийских игр по пулевой стрельбе Мария Феклистова о своем пути к пьедесталу. Стартнов дает и жест. Председатель Федерации велоспорта Республики расскажет о предстоящих крупных велотурнирах на домашних трассах. И сначала коротко о событиях последних дней. Удмуртия заряжает и зажигает. Наша землячка Оксана Швыткая стала обладательницей золотой медали в Черногории на чемпионате Европы по волейболу среди девушек до 17 лет. На счету россиянок на этом турнире нет ни одного поражения. Есть с чем поздравить еще одну уроженку родникового края Анжелику Витошкину. В Казани на чемпионате страны по вольной борьбе весит до 53 килограммов. Она стала победительницей и теперь готовится выступить на чемпионате мира в Португалии. Победы благодаря хорошей подготовке. Спортсмены Федерации шашек Удмуртии ударно выступили на национальном турнире в Подмосковье. На их счету 10 наград в личном первенстве и 3 в командном. Пока за чертой призеров, но в числе сильнейших Александр Горюшин и Григорий Федоров продемонстрировали хорошую технику и высокую скорость на домашних трассах. Победителем чемпионата России по велоспорту на шоссе в мужской многодневной гонке стал Тимофей Шерстнев из команды Московской области. Более 200 спортсменов-любителей, два вида программы, четыре возрастной группы. Всероссийский фестиваль стрелковых видов спорта в Ижевске собрал настоящих поклонников этого вида, а все они одним участием ограничиваться не собирались, боролись только за победу. Она досталась Толгату Галишову, Евгению Герасимову и Валерии Леонтьевой. К труду и обороне готовы. Воспитанники детских садов Удмуртии успешно выполняют нормативы комплекса ГТО в рамках республиканского фестиваля. Знак ГТО хочется получить всем, быть здоровыми, сильными, намерены большинство дошколят. Волейболисты из ГТО «Динамо» успешно начали сезон. В активе ижевских студентов пять побед на домашнем паркете. Парни молодые, амбициозные, вместе с тренером мечтают завоевать золото в новом сезоне и выйти на новый уровень. Клуб за 40 лет своей истории неоднократно менял название. Но одно остается неизменным – желание побеждать. О прошлом и настоящем команда Илья Вихарев. Команда ведет свою историю с 1980 года. Любительская студенческая дружина называлась тогда «ИМИ» в честь Ижевского механического института. Начинали буквально с нуля, вспоминает отец-основатель Владимир Лукин. Не было практически никакой материальной базы. Но было главное – огромное желание играть. Не было ни формы, не было… Дали мне три мяча, два нормальных, один из них зашитый. Вот, спускал постоянно. И тренировались вот в четвертом корпусе, в том старом зале, с девяти, с 21 до 23. Постепенно команда набирала обороты. Через два года выиграла чемпионат Ижевска. Первая попытка войти в число участников чемпионата России была сделана в 1984-м. Но тогда не хватило опыта ни команде, ни самому Владимиру Лукину, который в те годы был играющим тренером. В 93-м «ИМИ» приобрел статус университета. А вместе с вузом название поменяла и команда. Затем были заключены соглашения с «Динамо», что отразилось также в названии клуба. Команда росла, приобретала опыт и мастерство. Пришли победы. Клуб вырастил многих волейболистов, которые затем стали известны не только на российском, но и на мировом уровне. Самый первый, наверное, это Игорь Наумов, который уехал у нас в Екатеринбург. Попал в сборную Советского Союза. Молодежную. Был капитаном сборной Советского Союза. Они были бронзовыми призерами и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. И потом попал в национальную сборную Советского Союза. В составе сборной в Японии стали победителями Кубка мира. Еще один воспитанник из «ЖГТУ Динамо» Сергей Мякишев сейчас возглавляет Федерацию волейбола Московской области. Под его началом молодежная сборная России стала победителем чемпионата мира в Бразилии. Гордится клуб и другими воспитанниками. В их числе сразу три Андрея. Юрченков, Красноперов, Черков, а также Константин Тронин. Все они мастера спорта. Есть чем гордиться команде и на современном этапе. В минувшем сезоне ежевчане стали бронзовыми призерами чемпионата высшей лиги Б. Можно посмотреть на турнирную таблицу. Лет пять назад мы были седьмые, восьмые. И потихонечку сейчас добрались до третьего места. И я думаю, сейчас будем вторым, первым. Старт сезона в этом году у ижевских волейболистов получился отличный. Пять побед на домашнем паркете в ходе первого тура. Команда Андрея Красноперова взяла верх над гостями из Тюмени, Грозного и Махачкалы. Ижевские волейболисты ставят амбициозные задачи. Выиграть чемпионат России высшей лиги Б и выйти на новый уровень. А сейчас спортсмены готовятся к выездным матчам в Южно-Сахалинске. Талантливая, ответственная, сильная, волевая натура, личность яркая и неординарная. Все эти качества принадлежат гордости Удмуртии России, бронзовому призеру Олимпийских игр по пулевой стрельбе Марии Феклистовой. О ней наш видеоматериал. В Тир Мария попала в 11 лет. Привела ее туда мама. Попробовала, постреляла, понравилась и всерьез увлеклась. Упертая спортсменка, жизненная кредо которой никогда не сдаваться, была настроена на победу всегда. Будь то перенство города или чемпионат мира. За это Феклистову уважали подруги по сборной и восхищались, признавая ее талант. У меня стреляли другие спортсменки, скажем, была такая Шарафудинова Люда, они говорили, как. Вот мы, говорят, обычные спортсменки, они тоже стреляли в сборной команде России, были на первой стадии Европы ездили. А Маша, говорит, у нас талант. Маша всегда могла занять какое-то призовое место, вывести команду куда-то, получить медаль и так далее. То есть вот они себя так ассоциировали в сравнении с нами. И тогда и сейчас Феклистова кумиров не признавала, но титулы великих уважала и верила в себя. И своего наставника Владимира Лукина, с которым они в итоге дошли до олимпийской награды в 2000 году в Сиднее. Мы когда туда приехали, это вообще было как сказка. То есть вот такое ощущение, как будто снимают кино, да, и я вот на это все смотрю как бы со стороны. То есть вот настолько было все это нереально. Реальность пришла уже потом уже где-то, наверное, недели через две, когда начинаешь вот это все осознавать. А у меня такой вопрос. А вы вот стреляли упорно так же, как остальные стреляют? Еще упорно. Ровно 20 лет спустя эту бронзу рассматривают юные стрелки. Расспрашивают они Феклистову и о самом старте в Сиднее, где Мария смогла выдержать жесточайшую конкуренцию на огневом рубеже и завоевать в финале стрельбы из-за малокалиберной винтовки из трех положений олимпийскую медаль. Не верилась, что ли. Даже вот когда стояла на пьедестале, гимн играл, в общем-то, как бы, в общем, вот, ну, осознаешь то, что вот уже все. То есть первое, второе, третье место, да, вот я стою на этом пьедестале, олимпийская медаль. Но я не верила в это. То есть вот на самом деле осознание пришло уже спустя где-то две недели. Я был доволен, что мы получили медаль. Но я и сейчас волнуюсь. А тогда? Ну, тогда тоже так же волновался. До слез. Феклистова и сейчас. Ей, 44, сдавать свои позиции в спорте не намерена. В сентябре она выиграла золото чемпионата страны. Успешная спортсменка и счастливая женщина, любимая жена и мама. Я состоялась как мама, в первую очередь. У меня есть замечательный муж, у меня есть мама, которая еще живая, счастье ей, здоровье. Вот. Есть дом, есть своя земля, в общем-то, как бы все, что надо, все есть. А что еще ты хотим? Ну, сейчас уж, наверное, только внуков дождаться. Вот такая она чемпионка мира бронзовый призер Олимпийских игр Мария Феклистова. Спортсменка железной воли, которая ставит перед собой цели и не отступает ни перед чем в их достижении. А сейчас о главных спортивных событиях октября. Календарь насыщенный, особенно в велоспорте. Идет старт за стартом. И большинство из них проходит в столице Удмуртии. Подробнее о предстоящих турнирах расскажет Вячеслав Харин. Он не только возглавляет Республиканскую федерацию велоспорта, но и сам в прошлом известный велогонщик. Здравствуйте, уважаемые зрители, особенно поклонники велоспорта. Безусловно, хотел бы сказать, что в этом году у нас велосипедный сезон сложился неадекватно. Получилось так, что весь шоссейный велосипедный спорт и мужской, и женский практически переехал в Удмуртскую Республику. То есть проведено достаточно большое количество мероприятий. Впереди есть еще несколько стартов по маунтинбайку. В частности, в первую очередь хотелось бы сказать всероссийские соревнования памяти Антона Гоголева, которые пройдут у нас 16 октября в Козьем парке. Традиционные соревнования на призы Ижевского радиозавода, они также пройдут в Березовой роще на Авангардной. Они пройдут 17-18 октября. И завершением сезона традиционно, как и во все предыдущие годы, у нас пройдет 24-25 октября чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк велокросс. Он много лет проводится у нас в Удмуртии. И высокий уровень организации позволяет нам получать эти соревнования практически традиционно ежегодно. И хотелось бы, чтобы такая же прекрасная погода нас бы порадовала еще на предстоящих стартах. Что сказать про велосипедные трассы в Удмуртской республике? Безусловно, они славятся сложностью своей, хорошо организованной, подготовленной подготовкой этой трассы, хорошей разметкой. И, безусловно, все ведущие спортсмены России, которые в этом году выступают в соревнованиях, конечно же, прибудут на наши соревнования и будут участвовать. Я думаю, что и Тимофей Иванов, неоднократно последние годы победитель, чемпион, вернее, России, он также примет в этих соревнованиях участие. Спорт живет, и особенно велосипедный спорт в Удмуртской республике развивается. Я думаю, что все впереди. Спасибо вам. До новых встреч. Приглашаем вас на наши соревнования. Я с вами на это прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова